В столице России, Москве, 20 часов 6 минут. Это радио Финам-ФМ, частота 99,6. И как обычно, по четвергам в эфире программа «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. Добрый вечер. Министерство экономического развития резко понизило прогноз экономического роста страны в 2013 году. Сам глава ведомства заявил, что мы вошли в период очередной экономической рецессии. Министр считает, что ежегодные темпы роста российской экономики составят около 2,5%, максимум 3%. А к 2030 году Россия будет оставаться экономикой с доминирующим нефтегазовым сектором и невысоким качеством жизни по сравнению с западноевропейскими и североамериканскими странами. Конец цитаты. Как заявляют в Минэкономразвитии, доля среднего класса будет составлять около третье население, а не половину, как некоторые специалисты считали всего несколько лет назад. Отсталая инфраструктура и дисбаланс в региональном развитии также сохранятся. Стоит отметить, что 6 ноября Центр развития высшей школы экономики также опубликовал свой прогноз, согласно которому в ближайшие 10 лет темпы роста ВВП в России не достигнут и 3% в год. Здесь сошлись оценки, как мы видим. И к 2022 году объем экономики страны увеличится лишь на 29%. Все эти прогнозы подтверждаются тем, что инвесторы продолжают выводить свои капиталы с российского рынка, а граждане стали больше копить и меньше тратить, а это самый верный признак наступающего кризиса. Одновременно с этим эксперты говорят о том, что впервые за много лет стабильность нашему бюджету не гарантирует даже высокие цены на нефть. Между тем, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявляет, что у нас все нормально и не надо запасаться спичками и тушенкой. Что в реальности происходит с нашей экономикой и почему даже нефтяные деньги нам уже не идут на пользу и не является ли это признаком того, что мы уже живем в условиях нового экономического кризиса. Вот об этом мы и будем говорить сегодня. Подробно с нашими гостями, которые уже сейчас находятся в нашей студии. Это Алексей Сергеевич Кузьмин, ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Александрович Хистанов, экономист, управляющий директор группы компании АОР. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Также хочу сразу же напомнить телефон, по которому любой может позвонить в нашу студию, задать вопросы мне и нашим гостям. Это 651099,6, код города Москвы 495. И еще хочу запустить смс-голосование, друзья, вот с таким вопросом. Как вы считаете, живем ли мы уже в условиях экономического кризиса и почувствовали ли вы на себе, собственно, последствия этой ситуации? Изменилась ли ваша жизнь ввиду того, что в России есть или нет экономический, есть или еще не наступил новый экономический кризис? Если вы почувствовали на себе какие-то, собственно, если уже испытали последствия этого процесса, если считаете, что живем в условиях нового экономического кризиса, то присылать надо букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что никакого кризиса нет и жизнь ваша не изменилась, то букву Б на тот же самый короткий номер 5533. Итак, мы начинаем. Сергей, начну с вас. Все-таки хочу понять, что происходит. Дмитрий Медведев говорит, что все нормально, не надо запасаться спичками, тушенкой, крупами, но при этом люди считают, что дыма без огня не бывает. При этом люди слышат заявления некоторых наших руководителей министерства о том, что у нас не все хорошо в экономике. И многие эксперты одновременно со всеми этими вот заявлениями говорят о том, что мы уже живем в условиях кризиса. Есть у нас кризис, Сергей, сегодня, или же мы еще к нему не подошли? Очень короткий реверанс относительно слова кризис вообще. Потому что вот с легкой руки средств массовой информации с 2008 года словом кризис называют не совсем то, что нужно называть. А то есть кризиса не было, журналисты назвали все вот эти ужасные процессы, которые происходят во всем мире, этим словом нехорошим. Просто-напросто формально кризис это перелом. Когда вот у нас что-то росло, 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 хлоп и начало падать. Вот этот короткий момент от роста к падению, вот он в каноническом смысле, с точки зрения экономики, называется кризис. А то, что у нас плохое явление, неприятное, нежелательное, называется оно несколько иначе. Это спад, депрессия, рецессия, рост замедлился. Причем, что интересно, что у нас экономические показатели, если посмотреть формально, то те экономические показатели, которые измеряются в рублях, в деньгах, они все еще растут. То есть формально рост присутствует. А если посмотреть на те показатели, которые меряются в физических величинах, в тоннах километрах, объем железнодорожных перевозок, то есть не в деньгах, а в натуральном выражении, вот там спад присутствует достаточно давно и достаточно четко. Поэтому то, что сейчас происходит, это, ну, уже слово прижилось, поэтому назовем его кризис, да, хотя формально это спад экономики. Спад экономики. Абсолютно верно. Но, как я понимаю, все зависит от величины этого спада. И если экономика немножечко так опустилась, это вот, вот, вот можно сказать, что все нормально. А если у нас какие-то там в разы разнятся там, я не знаю, показатели между тем, на что мы рассчитывали и то, что мы получили сегодня, то это уже, мне кажется, не спад, здесь что-то другое. Вот такая ловушка, как психология. Дело в том, что вот то, как люди это чувствуют и то, как есть на самом деле, достаточно часто не совпадает. И пока, по крайней мере пока, величина спада достаточно умеренная. То есть падение реальных доходов 1,3 процента, это, конечно, грустно. Да, да, да. Ну, все-таки это, согласитесь, не смертельно, да? Другой вопрос, что когда это происходит после относительно длительного, многолетнего, достаточно благополучного периода, то воспринимается это достаточно жестко. То есть к хорошей жизни привыкли быстро, а теперь, когда она стала немножечко откатываться назад, мы считаем, что случилась катастрофа, да? Ну, вот теперь смотрите, вот, значит, по поводу того, как себя чувствуют люди. Вы говорите, не всегда, на самом деле, то, что чувствуют люди, можно считать реальной картиной, да, существующих, которая существует. Вот, посмотрите, данные Росстата и ряд других косвенных признаков, значит, замедление роста банковских вкладов и спад на отечественном авторынке. В сентябре реальные доходы населения оказались на 1,3, вот о чем вы говорите, процента ниже прошлогодних. Это ладно, хорошо, но снижается и потребительский спрос, а вот здесь уже совсем по-другому. Смотрите, в связи с этим часть экономистов говорит именно вот с тем, что снизился потребительский спрос. Часть экономистов говорит о том, что у нас наступила новая фаза кризиса. Значит, возвращаясь к Росстату, согласно данным Росстата, в сентябре этого года реальные доходы населения с поправкой на официальную инфляцию, конечно, не просто перестали расти, а начали сокращаться, на секундочку. По сравнению с сентябрем 2012 года реальные доходы сократились вот там на 1,3%, спад доходов в августе Росстат зафиксировал в 26 регионах страны, а более поздних региональных данных у нас пока просто физически нет. Есть еще некоторые данные. Значит, это данные комитета автопроизводителей, ассоциации европейского бизнеса. Они говорят о том, что в январе-октябре падение продаж новых легковых автомобилей в России составило 7% по сравнению с тем же периодом, но прошлого года. И это более заметный спад, чем, например, за первые три месяца даже текущего года, когда продаж снизились всего на 2%. Понимаете, Сергей? То есть доходы падают, при этом люди ничего не покупают, они не покупают даже новые автомобили, чего, в принципе, в нашей вот совсем недавней истории не было. Это говорит о чем? Или же у людей стало меньше денег, или же если денег стало меньше всего на 1,3%, то люди предпочитают эти деньги не тратить. Абсолютно верно. Почему? Почему? Немножко сократилось все-таки. Значит, хотя кредитная нагрузка на домохозяйство у нас продолжает расти, мы продолжаем лезть в эту самую безумную совершенно удавку потребительского кредита, Но все-таки в ситуации, когда люди начали чувствовать, что у них ограничивается возможность расплатиться по кредиту, они стали аккуратнее брать кредиты. Это на самом деле то, что не случилось в 2008-2009 году, и это замечательно, потому что это дает надежду на то, что спички действительно покупать пока не надо. Но то, что у нас есть большой, хороший, длинный кризис, причем наш кризис, это совокупность двух, наш собственный внутренний. То есть все-таки кризис есть, Алексей. Давайте скажем честно. Наш кризис, как начался в 1990 году, так на самом деле, кроме очень короткого просвета после краха 98-го года, там трехлетнего, по сути дела мы из него никуда не вышли, у нас структура экономики не улучшается, у нас тяжелеет экономика, становится гораздо менее эффективной и так далее, и так далее, и так далее. Это если в глобальном плане, да? Значит, мировой кризис, опять-таки, по сути дела, как он начался с краха доткома в 2000 году и с японского кризиса, так на самом деле он никуда не девается. Весь вопрос в том, что мировая экономика сегодня живет за счет одной прописью, одной печатной машины, которая называется ФРС. Если по отчаянию ФРС вдруг решит перестать печатать бумажки... То это будет катастрофа вселенского масштаба. Это будет хороший, большой, настоящий кризис, и тогда мы начнем думать про спички, тушенку и много что еще. Значит, когда мне говорят про половину среднего класса, то хотел бы я найти страну, в которой эта половина среднего класса сохранилась к 2000 году. Дело в том, что, к несчастью, экономическая модель, выбранная в конце 70-х годов для того, чтобы вытаскивать западные экономики из кризиса, потребительская экономика, привела к резкому росту расслоения. И средний класс, который действительно составлял там 50 и более процентов в большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах, на сегодняшний день мы имеем структуру распределения доходов, максимально похожую на структуру распределения доходов в каком-нибудь там 29-м году. Что вы имеете в виду? То есть, по сути дела, есть очень богатые люди, а есть люди бедные? Там много богатых. Значит, есть узкий слой богатых и нету среднего класса, потому что дальше есть пропасть между ними и консюмериатом. Да, совсем нищих на Западе нету, но считать средним классом людей, которые ни по каким параметрам средним классом, по-хорошему говоря, не являются, потому что, скажем, на те деньги, которые сегодня зарабатывает француз, запустить собственное дело с нуля практически невозможно. Практически невозможно. Это правда, да. Французы на это жаловались. Это да, я свидетельствую. То, что, значит, про то, как решаются соответствующие проблемы у наших немецких коллег, мы хорошо знаем, там малый бизнес сокращается по естественной причине. У немцев очень правильное рабочее законодательство. Значит, если тебя сокращают, то тебе должны выплатить двухлетний заработок. По понятным причинам выплатить тебе двухлетний заработок в условиях кризиса проще тебя во что-нибудь переучить. Они от аутсорсили для малых предприятий кучу разных производственных функций. Сегодня они расконсервировали древние технологически отсталые литейки и их запустили. Понятно. Да, понятно. Хоть что-то запустить, да, чтобы облегчить какие-то последствия. Друзья, вот смотрите, такой вопрос. У нас минута до рекламы. У нас, я хочу сказать, что есть уже звонки наших слушателей. Но вот такой вопрос до перерыва. Значит, министр финансов России заявляет, что в 2014 году бюджет недосчитается 650 миллиардов рублей. Вот у меня вопрос. Почему? У нас что, что-то произойдет с ценой на нефть, она резко подешевеет? Или же у нас какие-то расходы выроснут? Вот я хочу понять, почему 650 миллиардов мы не увидим? Ну, во-первых, мы героически собираем налоги так, чтобы сужать налоговую базу. Вообще говоря... Ну что, в 2014 году мы станем налоги собирать еще хуже, чем сейчас? Конечно. У нас с вами в 2012 году было довольно много малого бизнеса. Малого микробизнеса, самозанятости. И эти люди потихоньку вылезали из тени и платили небольшие, но налоги. Но налоги. А сейчас? А как только им повысили социальные платежи за пределами добра и зла, они тихо ушли обратно в тень. Значит, грубо говоря, вместо 35% теневой экономики, как нам официально говорили, я, правда, 35 верю очень мало, потому что у немцев 35. Разница между немецкой и нашей экономикой мне немножко понятна, но по-любому. Значит, понятно, что огромное количество людей тихо нырнуло обратно в тень. Вот за счет этих людей 650 миллиардов? Ну, я скажу так. За счет этих людей не сказать, что 650, но миллиардов 300 точно. Остальные, Сергей? Повышенные социальные обязательства государства плюс рост военных расходов. А, рост военных расходов, потому что социальные обязательства государства, насколько я понимаю, мы от них даже не отказывались в момент кризиса восьмого года. То есть мы не отказались ни от одной программы, этим гордились. Абсолютно верно, но майские указы увеличили эти обязательства. Плюс растущие, вызывающие опасения военные расходы. Более того, вот тот рост военных расходов, который мы сейчас наблюдаем, он вызывает отрицательные ассоциации с позднесоветскими временами. Продолжим после рекламы. Мы вернемся в эту студию через несколько минут. Еще раз добрый вечер. Это радиофенам.фм. Частота 99,6. В эфире «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян. И сегодня мы с нашими гостями, а это Сергей Хистанов, экономист, управляющий директор группы компании АОР. И Алексей Кузьмин, ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, пытаемся разобраться, живем ли мы уже в условиях нового экономического кризиса, или же на самом деле кризиса в России пока никакого нет, а есть просто, ну, хотелось сказать, временные, но просто трудности в экономике. Телефон, по которому вы можете позвонить в нашу студию 65 10 99,6. И вы можете задать, собственно, позвонив по этому телефону, любой вопрос мне или нашим гостям. А также у нас идет смс-голосование. Мы его запустили. Вопрос я сформулировал следующим образом. Магомед, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я могу сказать, что я не знаю, как это назвать у нас кризис, не кризис, но я знаю, что в ближайшее время это может обернуться к депрессии примерно такой же, если не хлеще, чем была в Америке в начале 20 века. Потому что у нас на полной скорости идет душение всего, что приносит деньги ради пополнения бюджета. И в производстве не то, что инвестиции или там поблажек для производства нет, а идет натуральное душение. Если видно, что где-то человек где-то что-то тратит, например, покупает машину, надо на него срочно навести там налоги, поборы, еще что-то, чтобы побольше денег еще отобрать. И при этом никаких возможностей для производства, для открытия своего бизнеса. Даже вот веселые, ну, достаточно позитивные инициативы, которые были там в 2002-м, в начале 2000-х, когда можно было спокойно там открыть фермерское хозяйство, свой бизнес, и государство хоть как-то шло навстречу. А сейчас, благодаря любимому герою наших либералов Дмитрию Анатольевичу Медведеву, все, что пытается поднять голову, очень быстро этой головы лишается. Ну, не головы, допустим, финансов. Я понимаю, я понимаю. А вот скажите, Магомед, так вот на собственном жизненном опыте, как вы считаете, вот ваша жизнь изменилась каким-то образом за последний год? Допустим, в 2012-м вы жили лучше, чем сейчас или хуже? Я не могу сказать, что лучше и хуже. Я могу сказать одно. Если в 2012-м году у меня там, грубо говоря, я мог открыть ИП, там, ЗАУ, еще что-то, и при этом заняться действительно не покупкой, продажей, а производством, и хоть как-то мог этот бизнес поднять, сейчас я буду вынужден заплатить налогов, ну, скажем так, примерно 125% от прибыли. Потрясающая история. Очень рентабельный бизнес получится после того, как заплатить 125% налогов. Это, в принципе, у любого человека, который сейчас попытается открыть белое производство. Спасибо, Магомед. Спасибо. Это практически вот, Алексей Сергеевич, это вот то, о чем вы и говорили. То есть вот этот вот малый-средний бизнес двинулся в обратном направлении. Они вначале вышли из тени, стали платить хоть какие-то налоги, сейчас налоговая нагрузка увеличилась, они пытаются уйти в тень. Ну, естественно, я честно должен сказать, что на самом деле, конечно, какие-то ниши существуют по сей день. Я не так, как бы, ну, просто как человек, который за последние полгода запустил три бизнеса, я не готов согласиться. Вы запустили три бизнеса, и налоги вас не испугали. И налоги нас не испугали, но весь вопрос в том, что давайте скажем так, я просто-напросто специализируюсь на запуске бизнесов в противоестественных условиях. Поэтому я здесь и в малой мере не являюсь, а то, что на самом деле, значит, налоговая система, институциональная система Российской Федерации мало приспособлена, но надо сказать, что здесь есть одна важная вещь. То, о чем я говорил. Десять лет назад и даже пять лет назад запустить бизнес в Голландии было в общем реалистическом занятии. Сегодня запустить бизнес в Голландии – дело практически безнадежное. Ну, хотя бы потому, что сегодня, если вы стартап и попытаетесь взять кредит, то вы получите 18% годовых, что при дефляции по евро, или в лучшем случае инфляции в районе нуля, это и есть 18% годовых. Это голландцы, не россияне, их такие проценты просто приводят в ужас. Они нашего человека такими процентами не испугаешь, да? Это для нас нормальный процент, насколько я понимаю. Сергей, мы до перерыва говорили о том, что вот эти 650 миллиардов, которые наш бюджет недосчитается в 2014 году, почему этот дефицит у нас может возникнуть? Потому что увеличатся расходы по социальным программам и расходы на оборону, военные расходы. А вот вы мне скажите, может быть, вот в этих условиях как раз государство же понимает, что они могут не получить определенное число денег, необходимое для нормального существования страны. Может быть, в этих условиях они сократят каким-то образом военные расходы? Или, может быть, они сократят расходы на образование, как вариант, на культуру? А может быть, какие-то социальные программы свернут? Вот какой вариант наиболее вероятен? Прежде всего, расходы на оборону, на самом деле это чуть шире, чем военные расходы, в разы больше, чем расходы на оборону, чем на образование, на здравоохранение и так далее. Поэтому там 10-процентное сокращение военных расходов дает в разы больше эффекта, чем сокращение... Я понимаю, государство пойдет по этому пути? Скорее всего, если и пойдет, то только в очень тяжелых условиях. Пока этих условий нет. Пока есть только прогнозы. Причем целесообразность таких расходов на оборону вызывает огромные сомнения. Огромные сомнения. Причем сомнения по двум направлениям. Во-первых, а нужно ли это? Вот, собственно говоря, если вспомнить обстоятельства ухода Алексея Кудрина с поста министра финансов, это как раз и был конфликт вокруг наращивания военных расходов. Во-вторых, люди, которые помнят поздний Советский Союз, прекрасно знают, что одна из экономических причин развала Советского Союза, это были завышенные военные расходы. Не только. Была еще и вторая причина, о которой мы тоже с вами поговорим. Это был спланированный такой процесс падения нефтяных цен на нефть. Ну, это, да, степень спланированности можно обсуждать, но вместе с тем, я прекрасно помню, у меня отец военный, поэтому в те годы он служил, да, и у меня воспоминание детства, это ряды танков, которые уходят за горизонт. Да. Куда, зачем такое количество танков нужно? Вам в ответ на это, например, вот Дмитрий Рогозин скажет следующее. Я вот сейчас попробую, да, я сейчас попробую стилизовать, значит, свои слова под вице-премьера. Он скажет следующее. Мы 20 с лишним лет ничего не тратили на вооруженные силы. Условия, в которых существует Россия сейчас, и то, что происходит в мире, мы это видим. Там Ливия, Сирия, Югославия до этого, до этого Ирак и так далее. Они говорят о чем? Что чем ты сильнее, тем безопаснее твоя жизнь. То есть твоя безопасность зависит от состояния твоих вооруженных сил. На секундочку. 20 с лишним лет мы не ставили на вооружение новейшие образцы техники вооружения. Сейчас мы говорим, все, пора. Это есть очень простой контраргумент, который разбивает эту аргументацию полностью. Так, давайте. Есть такая страна, как Китай, которая обладает, разные есть экспертные оценки, около 100 ядерных ракет. Этого достаточно, чтобы никто в страшном сне не придумал на нее напасть. У нас, по разным оценкам, имеется свыше нескольких тысяч аналогичных боезарядов, а многие даже большая мощность. То есть мы можем спокойно примерно от 10 до 20 раз сократить данные силы, и после этого мы все равно останемся с потенциалом более чем достаточно. Сергей, ну тогда я предлагаю вообще распустить российские вооруженные силы, за исключением РВСН. Распускать не надо, но... И оставить только ракетные войска с третий дистанционным значением. На этом все закончится. Немножко вдумайтесь в логику, да. Основные угрозы, с которыми сталкивается наша страна, это не та война, которая была в Великую Отечественную. Существует прекрасная поговорка, что любой генерал всегда готовится к прошедшей войне, да. И, соответственно, готовиться к такой войне, какая была в Великую Отечественную, нет ни малейших оснований. Я понял, Сергей, я понял. То есть ваш рецепт, да, один из рецептов, это сократить расходы... До разумных размеров. До разумных размеров сократить расходы на вооруженные силы. Понятно. У нас звонки наших слушателей. Алексей, добрый вечер, мы вас слушаем. А я... Да-да-да, мы вас слушаем, здравствуйте. Да. Сдается мне, что... Ну, взгляд такой обывательский, разумеется, что повышение военных расходов направлено исключительно на формирование неких структур, которые обезопасатся теперешнюю власть от грядущих, вполне возможно, народных возмущений. И не более того. А как специалист, ну, в свое время меня этому обучали, в области РВСН... Да-да-да. Ну, там, в общем-то, достаточно все... Алексей, то есть вот эти 23 триллиона, которые выделяются на вооруженные силы, в условиях, когда у нас нет роста, экономического роста в стране, вы считаете, что эти деньги выделяются только для того, чтобы бояться каких-то народных волнений, и вот таким вот образом какие-то силы там будут вооружены суперсовременной техникой и оружием, чтобы подавить наши демонстрации? Вообще говоря, да. Да. Все понятно? Все понятно? Я позволю себе в этом немножко усомниться, потому что, грубо говоря, там, я не знаю, новые самолеты пятого поколения, как бы для того, чтобы разбираться с врагом внутренним, вряд ли, да, чтобы они летали над мужчинами, да? Годятся довольно плохо, значит, я могу честно сказать, что я-то прекрасно понимал, откуда берется эта идея про военные расходы. На самом деле и под ней, и под всякими мегапроектами лежит одна и та же идея, что вот мы запустим технологический прорыв в этой сфере, и оттуда пойдет чего-нибудь куда-нибудь просачиваться. Ну, а что, разве это не так? Советская экономика. Мы же неоднократно говорили, что когда у нас экономика была ориентирована на армию, на ВПК, на всю остальную экономику страны. У нас, я прошу прощения, просачивалось хреново. Сейчас оно просачивается на два порядка хуже. Мы разрушили советскую инновационную систему, а все то, во что мы играем вокруг инновационной системы, еще хуже. То есть, с этой точки зрения, значит, давайте смотреть. Все попытки кинцианского спасения, которые сегодня предпринимаются во всем мире, именно из-за того, что запущен маховик потребительской экономики. То есть, есть совершенно чудовищный финансовый навес, но вот сколько ты не вливай, а на самом деле это все копейки по сравнению с тем, сколько напечатано бессмысленных бумажек. И с этой точки зрения, к несчастью, эти механизмы не работают. У военных расходов есть еще одно основание. Вообще говоря, большие кризисы, а мы здесь, я так понимаю, с Сергеем вполне соглашаемся, что нынешний кризис вполне сопоставим с Великой депрессией или с Долгой депрессией, значит, 1873-1914, оба кончались мировой войной. Так, войной. Значит, если ты точно понимаешь, что ты входишь в мировую войну в обозримом будущем, то тебе вообще говоря, очень хочется поиграть, ну, в то, во что играли там итальянцы, немцы, те же американцы, те же англичане, для того, чтобы вылезать из глубокой депрессии и рецессии. То, что этот механизм не работает, то, что это работало в тот кризис, и не может принципиально сработать в этот кризис, ну, так для этого я прошу прощения. В науке и экономике надо жить не в рамках мейнстрима, потому что в рамках монетарного мейнстрима такого рода представления, они вообще не умещаются. У вас рынки, по идее, равновесные. Ясно, что в кризис у вас рынки не просто неравновесные, а катастрофически неравновесные. Кто про это неравновесие говорит? У нас еще звонок слушателя. Александр, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я, в общем, отчасти согласен по поводу того, что они пытаются раскачать машину в ПК для просачивания. Но только мне интересно, 20 лет инновационно руководили нашей страной, и что-то как-то, в общем-то, непонятно, когда народ-то сообразит, что пора этих инноваторов немножко в другое место отправлять. А по сути, в общем, я вот как владелец малого бизнеса, могу сказать следующее. За последние три года мы заказали из 7-5 магазинов, причем магазины занимались продажей товаров широкого спроса, колготки, то есть это семечки, в общем-то, которые постоянно требуются, постоянно нужны людям. Так вот мы закрыли 5 магазинов, именно потому что просто невыносимые ставки аренды, даже, в общем-то, не в очень проходных местах. И, соответственно, налоговая база сумасшедшая. А вот на оставшихся магазинах по отношению месяц в месяц к кварталу к кварталу к прошлому году потери выручки, чистой выручки, 20%. Так что там, что там про то, что у нас не кризис там или что-то еще? А как это еще назвать? 20% потери выручки. То есть люди просто не приходят покупать вещи необходимые. Это не какие-то там зажигалки дипа, это вещи, которые женщины потребляют постоянно. Я понимаю, да, я понимаю. То есть люди перестали покупать даже вот такие вещи? Да, то есть постоянных клиентов у нас море. Они приходят и говорят, вы знаете, у нас просто вот, ну, смешно, но мы купили еду, заплатили за квартиру, заплатили то, сё, пятое, десятое. И на этом наши деньги закончились? Да, то есть я одел брюки и не одену колготки. Вот, то есть это вот, ну, реальная жизнь. Да. Поэтому о чем тут говорить? Видите, новаторы предлагают за разводы 30 тысяч брать, запрещать аборты. Но это, конечно, круто, только, в общем-то, что это даст? Сегодня есть еще одна инициатива, авансовые платежи за ЖКХ. Да, 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 кстати, я тоже хотел сказать, вообще молодцы. Я, правда, сейчас в Подмосковье живу, мы тут за газ и так, в общем-то, платим авансом. Вот, но пусть они хотя бы авансово сначала с крупных предприятий собирать начнут они с людей. Вот тогда мы посмотрим, где будет спрос расти, а где что. Потому что сейчас соберись людей деньги, и спрос вообще упадет. Вот, вообще. Да, 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 тем более известно, что неплательщики у нас в основном именно крупные предприятия. Огромные, да, огромные долги. А население, как раз население платит достаточно регулярно, и задолжников там... Копейки. Да, должников и задолженности там незначительные. Копейки. Ну, они просто это вводят, я думаю, к тому, что сейчас у нас в перспективе норма потребления. Вот они к этому всему и подводят. А вы знаете, меня еще один вопрос заинтересовал, когда я услышал эту новость. А что произойдет, если мы заплатим, допустим, авансом управляющей компании за ЖКХ, при этом непонятно, как все это будет рассчитываться, потому что не у всех у нас есть счетчики, которые могут посчитать, сколько я должен заплатить. Значит, в среднем, в среднем, да, без прибора учета мы будем платить в среднем. При этом мы заплатили эти деньги управляющей компанией, она собрала сотни миллионов рублей, на следующий день она разорилась и исчезла. Скажите мне, что таких сценариев у нас не бывает. Все, спасибо. Да, спасибо. Спасибо, еще звонок, Михаил, мы вас слушаем, добрый вечер. Значит, смотрите, какая мысль. Хочу поддержать по поводу не бывает такой войны, которая уже была. Вообще в экономике не бывает так, как уже было. Потому что если какой-нибудь человек, человек или организация, неважно кто, придумал некую стратегию, позволяющую ему быстро и много заработать, да, то через некоторое время эту стратегию начинают копировать все вокруг. А так как, в общем, энергия ниоткуда не берется, у нас от солнышка киловатт на квадратный метр, а больше нет. Все начинают либо зарабатывать бумажные деньги, ничего не стоящие на самом деле. Ничем не обеспеченные, да. Да, либо перестают зарабатывать. Одно из двух. Вот. Поэтому можно только придумывать все время новые стратегии, что-нибудь зарабатывание, но стратегия, которая работала полгода назад, работать хорошо уже не будет. И это касается как маленьких стратегий, там, отдельного маленького трейдера, так и глобальных стратегий, там, на уровне страны, мира, чего угодно. Угу. Наши руководители там заявляют о том, что для того, чтобы переломить вот ситуацию, которая сложилась в нашей экономике, ей нужны некие стимулы. Что это за стимулы и какие именно стимулы мы должны ввести в нашей экономике, поговорим через несколько минут, сейчас уходим на рекламу. Еще раз добрый вечер. Это радиофеном.фм. Частота 99,6. Искусство возможного в эфире. В студии Роман Бубаян. И мы говорим сегодня с нашими гостями. Это Сергей Хистанов, экономист, управляющий директор группы компании АОР. И Алексей Кузьмин, ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. О ситуации, экономической ситуации в России. Пытаемся понять, живем ли мы уже в условиях нового экономического кризиса, или же у нас пока еще все нормально с экономикой. До перерыва мы говорили о том, что для того, чтобы переломить ситуацию, которая сложилась сегодня с нашей экономикой, чтобы она как-то вышла из стагнации, а именно из рецессии, именно вот такие слова, собственно, и употребляют руководители наших экономических министерств, ведомств, необходимы нашей экономике какие-то стимулы. Я хочу понять, Сергей, что это за стимулы? Что должно в первую очередь сделать государство? Перед тем, как ответить, я напомню еще раз, телефон, по которому можно звонить в нашу студию. Это 6510-99,6, код города Москвы, 495. И у нас запущено смс-голосование. Если вы считаете, что мы уже живем в условиях новой волны экономического кризиса, пришлите букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что никакого кризиса нет, то буква Б на тот же самый короткий номер. Да, Сергей, мы вас слушаем. В современной экономике существует аж 4 экономических школ основных. Классики с Адамом Смитом, Кенсианцы с Кейнсом, Монетаристы с Милтоном Фридманом и так называемая Австрийская школа, там целый букет мыслителей. Сам факт того, что в одной науке существует 4 школы, которые столетиями яростно критикуют друг друга, говорит о том, что точных рецептов не существует. Но здравый смысл подсказывает, что вот кризис, который начался в 2008 году и в принципе в виде депрессии продолжается и дальше, это кризис структурный. То есть какой-то глобальный перелом, вот как это было, перелом Великая депрессия, перелом стакфляции 70-х годов и так далее. Причем как мы из него выйдем, неясно пока никому. Вот пока вот представители разных школ, которые яростно... Никто не знает, что делать. Потрясающая история. И выигрышная стратегия, и собственно говоря, государственная мудрость в этом и должна заключаться. Не пытаться что-то там сломя голову, и самое главное, сильно расходы государственные средства осуществить, потому что все эти мегапроекты вместе взяты, это классический кенсианский подход. А при том уровне, как бы это сказать, административной ренты, которая сопровождает у нас, я так обтекаемо выразился, сопровождает у нас реализацию любого мегапроекта, когда у нас любая вещь получается в 3-5 раз дороже, чем в других странах. Административная рента, я вот не Сергей, поэтому я выражусь более прямо, это называется откат. Ну, по сути, да. Взятки и коррупция. По сути, да. Ну, на самом деле, я должен сказать, что мегапроекты дорожают во всем мире и сопоставимо. Это общее свойство мегапроектов. Когда та же зимняя Олимпиада в стране, где уровень цен в общем выше нашей, обходится в 8 раз дешевле, это наводит на некоторое мнение. Да, о чем-то, да. Послушаем наших слушателей, и у меня есть вопрос к Алексею. Андрей, мы вас слушаем. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Извините, не сначала слушаю вашу передачу. Ничего страшного, у нас все просто. Живем ли мы в условиях кризиса, или же еще у нас все хорошо с экономикой. Да, я уже понял, да, резюме. А про импортозамещение мы уже разговаривали, и про эту феорию. Давайте поговорим. Да, да, имеется в виду, что не мегапроекты, а именно импортозамещение, да. То есть мы должны заместить импортные товары собственными? По возможности, да. У меня вопрос, Андрей, а есть у нас эти товары? В достаточном количестве. А вы вспомните, в 99-м году, в 2000-м году у нас были свои товары? Вот вам вариант. Кстати, это достаточно популярная точка зрения, что надо заниматься импортозамещением, и при этом через потребление, увеличение потребления собственных товаров, каким-то образом вывести экономику из стагнации. Да, пожалуйста. Ну, вообще говоря, для этого надо вести совершенно другую монетарную политику. То есть если бы в 2008-м году в стране честно провели бы там, ну, 35-40-процентную девальвацию, то тогда был бы такой шанс. Сегодня этого шанса я не вижу. На самом деле сегодня даже достаточно глубокая девальвация нас уже не спасет. Больше того, просто потому, что началась гонка девальваций. Если в 2008-м году от нее, в общем, удерживались почти все, то сегодня японцы заняты интенсивной девальвацией иены, швейцарцы начали девальвировать франк, и с этой точки зрения, значит, китайцы играют со своим ремнимби, как хотят. И это понятно, и они будут играть с ним, как хотят. С этой точки зрения мы уже зевнули тот момент, когда это реально могло работать. Хорошо, а вот такой вариант. Вот такой, Алексей Сергеевич. У нас огромные деньги сконцентрированы в резервном фонде, в фонде национального благосостояния. Можем ли мы часть этих денег взять и вложить в собственную экономику? Как это копейки? Это что вы сейчас такое говорите? Я говорю правду. Взять и вложить в нашу экономику. Вы поняли, да, мою мысль? Построить какие-то заводы. Я не знаю, давайте построим что-нибудь. Значит, давайте скажем очень просто. Неприятность заключается в том, вот как раз неприятность того состояния мировой экономики заключается в том, что сегодня совершенно непонятно, какие инвестиции во что хоть как-нибудь отобьются. Да что ж такое-то? Хотя действительно, я вот вспоминаю звонок нашего слушателя, когда он говорит, что колготки не покупают, да? И непонятно, что делать, да, тогда на эти предприятия. Нет, это есть главная сущность всякого системного, структурного, настоящего кризиса. Давайте построим дороги. Значит, построить дороги, это замечательно. Значит, мы с вами можем построить, вот в Соединенных Штатах есть огромное количество дорог, которые были построены, которые ведут из ниоткуда никуда, по которым проезжает три машины в неделю. Но вы забываете, что именно эти дороги, тогда им предложили строительство именно этих дорог как национальную идею практически, которая дернула их из этого кризиса, в котором они были. Давайте скажем честно, единственное, что эти дороги тогда им обеспечили, при чудовищном уровне безработицы они обеспечили им возможность занять народ. Значит, принципиально... Отлично, народ работал бесплатно. Одну секундочку. Практически он работал за еду и не более того. Сожил в передвижных городках, которые двигались... Я бы сказал так, мы еще не дошли до того места, когда пора. Ой, слава богу, подождем, да, слава богу. Андрей, у нас звонок еще от одного Андрея, мы вас слушаем. Добрый вечер. У нас очень мало времени, быстренько, коротко вопрос, да, попробуем успеть ответить всем. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я бизнесом занимаюсь 20 лет, значит, с 94-го года. Я прошел кризис с 98-го года, с 2008-го года. И теперь, соответственно, вот то, что случилось сейчас. Да, реально кризис, да. Значит, мы занимаемся коммуникациями, мы занимаемся высокими технологиями. Мне приходится сокращать персонал, мне приходится уменьшать зарплаты. Мы 15 лет работали в белую. Чисто в белую. И в последнее время практически невыносимо работать в белую. И вы начинаете подумывать о том, что будете уже в тень. А я вам больше могу сказать, подумывать, да, но дело в том, что вот моя супруга, как бы она тоже захотела заниматься бизнесом, и мы открыли небольшой бизнес. Год назад мы заключили контракты с прибалтийскими предприятиями и начали сюда в белую, потому что я по-другому разучился работать, стали в белую поставлять продукцию, в том числе те же самые колготки, о которых говорили. Да, 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 легкая промышленность, да. Мы столкнулись, да, мы абсолютно не конкурентно способны. По сравнению с кем? По сравнению, значит, 95% едет в серую, значит, через таможню под 5%, максимум под 8 делается от килограмма. Все эти наши сертификации, которые мы выполнили, никому не нужны, и мы в результате оказываемся с товаром, который абсолютно неспособен. Вот результат работы в белую в нынешней России. Полный крах бизнеса. Вот хорошо он такой разминочный, да, если бы человек вложился, взял кредит и в белую пошел как бы... Ну все, да, он разорился, да. Все, и квартиру продал, понимаете? Да, да, да. Это проблема из проблем на самом деле. Спасибо, спасибо. Слушатель указал на очень важную проблему, вот в нынешних условиях, когда кризис, с одной стороны, структурный, с другой стороны, даже на уровне теории нет хорошей идеи, как из него выходить. И выигрышная стратегия при разумном государственном руководстве это снижение налогового времени, снижение вот этих военных расходов, которые на самом деле не нужны, да, вот, которые доконали Советский Союз и сейчас лишним тяжким грузом лежат на нашей экономике, да, вот. И занятие в этих условиях выжидательной позиции. Вот что, по идее, нужно сделать. И ждать пока, да, куда вывернет весь мир, да. А потому что любое другое действие стоит в себе гораздо большие риски. Если истратить те резервы, которые сейчас есть, большие, маленький дискуссионный вопрос, на вторые, в принципе, вторые в мире по размерам, да. Я понял, я понял. Разумное выжидание на фоне снижения всех необязательных расходов, вот это... Всех расходов без исключения там, где мы можем это сделать. Да, абсолютно верно. У нас звонок, сейчас, Алексей Сергеевич, у нас звонок, просто максимально хочу дать людям высказаться. Алексей, мы вас слушаем, добрый вечер, говорите. Добрый вечер, здравствуйте. Хотелось бы просто выразить свое отношение, я так понимаю, у вас сейчас собеседник, является представителем австрийской школы экономики, это верно? Достаточно близок, да. Вот, мне просто хотелось бы сказать то, что я, ну, мое мнение тут не важно, но хотелось бы услышать вашу точку зрения. Все-таки вот эти меры, которые вы сейчас упоминаете, урезание государственных расходов, снижение налогов, они уже были проведены во многих странах Евросоюза после кризиса и привели к обратному эффекту, соответственно, к рецессии, которая продолжается по сей день. Я тут совершенно не могу с вами согласиться по очень простой причине. Расходы снизили. Поскольку у меня хороший друг живет в Евросоюзе и имеет там бизнес, я прекрасно понимаю тот уровень налоговой нагрузки, который там существует. Ну, расходы они снижают, Сергей, справедливости ради. Итальянцы снизили, греки, греков заставили, испанцы снизили, португальцы снизили. И уровень налоговой нагрузки, который в современном Евросоюзе здесь и сейчас существует, то это никак нельзя назвать низкими налогами и низкими расходами. К сожалению, то, что сказал слушатель, в природе не наблюдается. Это правда. Дальше, Сергей. Ну, вот есть одна принципиальная вещь. Значит, к несчастью, мы все время не обсуждаем связь того, что происходит с экономикой, с тем, что происходит с менеджментом. К несчастью, по сути дела, из каждого кризиса мы выходили за счет глубинной менеджериальной революции. Это что такое? Значит, вот мы, значит, из долгой депрессии мы вышли за счет появления фордизма, как хотите, то есть массовое производство и так далее, и так далее. Дальше, из великой депрессии мы вышли за счет друкеровской модели. Значит, мы попытались выйти из стокфляции, которая, кризис был совершенно сопоставимый с теми двумя, за счет финансового менеджмента. Финансовый менеджмент в этой части продемонстрировал, что, ну, вот, не сработал. То есть, нет, на 25 лет, на сколько? Хватило, да. На 30 лет его хватило, по сути дела. Ну, 30 лет и все, и хватит. Ребят, надо... Надо что-то другое, другая какая-то модель. При этом никаких новых идей в менеджменте. Вот это и самое печальное, что все предыдущие три кризиса... Причем в мировом масштабе, что происходит. Да, все предыдущие три кризиса, кризис еще длится, а уже в воздухе видала новая идея. Хорошая, плохая, она была новая в тот момент. Сейчас мы уже 5 лет живем в условиях продолжающегося спадода. Потому что ничего уже придумать нельзя? А новой идеи нету. Я скажу так. Может быть, ее просто в природе не существует. Значит, она, безусловно, в природе существует. Я утешу, Сергей, потому что на самом деле... Есть такая идея. Я не зря говорю про долгую депрессию. Она началась в 1873 году. Кончилась в 1914, по-хорошему говоря, войной. Там идея появилась где-то на 25-й год кризиса. На самом деле надо просто-напросто понимать, что мы будем жить в кризисе. Сколько лет? Ну, я думаю, что поколение, по крайней мере... То есть лет 25-30 жизни в кризисе, ну, считая с началом кризиса 2008, скажем, год, если... Ну, вот тогда так вот и считаем лет на 25 вперед. То есть 5 уже прожили. Да, еще лет 20-30 нам есть. По прогнозам Минэкономразвития, значит, нас ждет 10 тощих лет. А по вашим прогнозам нас ждет 30 тощих лет. Потрясающий прогноз, да. То есть нужно каким-то образом к этому уже готовиться сейчас. Надо готовиться ровно к этому. Ага. А вот у меня такой вопрос. У нас осталось всего 2 минуты. Прогноз потрясающий, конечно. Он такой вот оптимистичный. Он вот сразу всех успокоил моментально, да. У меня такой вопрос. Вы знаете, я чего не могу понять? Я понимаю, когда вы говорите, что нет идей. Это я понимаю. Я понимаю, когда мы говорим о том, что нужно снизить расходы, допустим, там, где это можно. В первую очередь, естественно, на ум приходит армия, потому что 23 триллиона, грандиозная сумма фигурирует. Я понимаю, когда мы говорим о коррупции. Это я тоже понимаю. Ну, знаете, я чего не понимаю. Мы продаем нефть. Мы продаем газ всему миру. Кризис ли случился? Не кризис. Они в любом случае будут вынуждены. И на сегодняшний день они все равно покупают и нефть, и газ. Это я только про нефть с газом говорю. Да, я понимаю, что они могут покупать меньше в связи с тем, что у них будут останавливаться какие-то... Даже увеличится наш экспорт. Даже увеличится. Даже увеличится. Но почему? Вот даже если у нас увеличится экспорт, мы говорим о том, что у нас не хватит денег в следующем году в бюджете. Очень просто. Вот этого я понять никак не могу. Совершенно просто. Очень коротко, Сергей, у нас минута. Это пресловутые раздутые расходы. Причем не нужные для экономики. Все. И легче вести какие-то налоги. И легче выдавить бизнес опять в зону тени. Чем сократить эти расходы? Чем сократить эти расходы? Нет, но во всем мире сокращают расходы на аппарат госуправления. Зарплату депутатам во всем мире сократили где на 5, где на 10 процентов. Вы замахнулись на святое, Алексей Сергеевич. А мы почему-то ее повышаем. У нас осталось буквально несколько секунд. Спасибо всем, друзья. Что я хочу сказать. Конечно, я не знаю, я не гений, который может предложить сейчас человечеству какую-то идею и какие-то пути решения проблемы кризиса. Но то, что мы, это я свое мнение сейчас выскажу, то, что мы, по-моему, уже живем в условиях кризиса, я практически не сомневаюсь. Это я чувствую на себе и на том, как живет сейчас моя семья. И со мной согласны 80% наших слушателей. Только 20% считают, что с экономикой у нас в стране все хорошо. Будем надеяться, что государство наше все-таки поймет, что легче сократить какие-то расходы, чем вводить какие-то новые налоги. Все, встречаемся через неделю. Это была программа «Искусство возможного». Надеюсь, у меня все. Продолжение следует...